Ульбургский конгресс Напомнив, что Китай совершает культурный геноцид в Восточном Туркестане, Юрункаш отметил, что фестиваль имеет огромное значение для сохранения и продвижения национальной культуры. Коммунистическое правительство Китая отправило еще одну группу ульгуров из Восточного Туркестана во внутренние провинции Китая. По данным китайских источников, в провинцию Жижиян было отправлено еще 135 молодых ульгуров из Акчинского района Киргизской области Кызылсу, расположенной в Восточном Туркестане. Предполагается, что сначала молодых людей перевезли в аэропорт города Аксу, после чего отправили в город Йиву на частном самолете. На данный момент имеются подтвержденные данные о том, что более 400 ульгуров из префектур Хо Тан и Аксу были отправлены в районы Унань, Цзэджан и Цзянси, известные высоким уровнем заражения новым типом коронавируса. Из Китая, где миллионы людей находятся в карантине, каждый день поступают новые известия. Управление провинции Юнань сообщило, что один китаец был приговорен к смертной казни за убийство двух сотрудников эпидемиологического центра, попытавшихся проверить его на наличие коронавируса во время проверки на контрольно-пропускном пункте. За последние 24 часа из-за эпидемии в Китае погибло 35 человек и было выявлено 573 новых случаев коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что из-за коронавируса погибло 2872 человека, двое из которых являлись жителями Гонконга. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Китае достигло 79 824. Сообщив о наплыве мигрантов на турецко-греческую границу, ООН призвала страны региона воздержаться от чрезмерного применения силы. В субботу греческая полиция использовала слезоточивый газ для разгона тысячи мигрантов, проходящих через турецкий пограничный переход. В воскресенье Греция заявила, что около 10 тысяч человек, попытавшихся пересечь границу, были заблокированы сотрудниками греческой полиции и пограничной службы. Корреспонденты международных новостных агентств, работающие в регионе, сообщили, что некоторым беженцам удалось пересечь границу через реку Мерич. В свою очередь, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу поделился информацией о количестве мигрантов, покинувших Турцию. Сойлу заявил, что государственную границу в районе города Этерне пересекли 76 358 мигрантов. После появления информации о том, что в Армении был зафиксирован первый случай коронавируса, власти Австралии и Таиланда сообщили о смерти инфицированных граждан. Смертельно опасный вирус, появившийся в городе Ухань, китайской провинции Хубей, продолжает распространяться по всему миру. Институт исследования тяжелых заболеваний имени Роберта Кока сообщил, что количество инфицированных в Германии увеличилось с 66 до 117. Больше половины случаев было зафиксировано в северном рейне Вестфалии, самом густонаселенном штате Германии, где сегодня в целях предотвращения дальнейшего распространения вируса было закрыто большое количество школ и детских центров. С другой стороны, генеральный директор гражданской обороны Италии Анджело Боррелли объявил на пресс-конференции, которая прошла в столице Италии, что количество инфицированных граждан достигло 1577, а число погибших составило 34.